Что намерено делать Ваша инициативная группа? Если по своим каналам не занесешь почту, Азарах может и не увидеть, Елена Николаевич. Вот поэтому, не раскрывая секреты этих каналов, я постараюсь довести до нашего руководства, что это очень болезненная и желтепривающая тема. Азарову занесем, да? Да, в Могилеву занесем здесь, недалеко через дорогу. Здесь прятаемся. Теперь я хочу представить, чтобы вы более знали. Это жители микрорайона Акучид. У нас должны еще подъехать и подъезжать. С Доброго подъехал парень тоже. Привез, да, листочек? Да. Присядь вот сюда. На две минуты. Я представлю. Спасибо Ангрусову. У нас вон Смирного сидит представитель. Вот на филе Фреза. Строится 22 года в микрорайоне Акучид. Он сейчас расскажет, с чем столкнулся после введения этого закона. Здравствуйте, всем. Значит, получилось так. Кончилась у меня книжка на газ. Ну, пришлось идти на Маяковского делать все. Теперь я принес основные документы. Мне говорят, нет, давайте на дом документы, чтобы у вас был. Я говорю, у меня только приватизация есть. Ну, тогда будете писать заявление. Если вам подпишут, значит, будем продолжать вам давать газ. Вот смысл всего разговора. Вот к чему это идет, сами понимаете. Значит, если у меня не будет этого паспорта на дом, значит, они имеют право у меня отрезать газ, свет. Получается так? Теперь в связи с паспортом на дом. Ходил я, узнавал. Это стоит таких денег, что я, наверное, никогда его не сделаю. Мы с матерью, оба пенсионеры. Матери 80 лет, мне 62. Получаем 830 гривен, минимальную пенсию. И как мне теперь по ихним ценам делать паспорт? Это просто невозможно никак. Мы еле-еле концы с концами сводим. Матери на пенсии уходят на ее же лекарства. На мою пенсию потихоньку кормим тудой. И как будет дальше? И таких тысячи крымских татар, я имею в виду. Я не могу за других говорить. Ну, я вам на вскидку, вот я перед тем, как прийти сюда, в телефонном режиме, в тех, паспорт. И к ней еще справка сообщения. 2000 гривен. До 200 метров квадратных. Это берет проектировщики. А таких институтов в Сингерополе всего 5, имеющие лицензии. До 200 квадратных метров. А вы знаете, что у крымских татар семьи очень большие. И старались при возвращении строить сразу большие дома, чтобы не зависели от потом каких-то процессов. Выделят участок и так далее. Так вот, 8000 гривен. До 200 квадратных метров. 8000 гривен берут проектировщики. До 300, 9500. Дальше. На руки дается декларация. Потом пишется отчет по нормативу ДВ. Дальше. Завеление нотариуса. Сам техпаспорт БТИ тоже в сумме 2000 гривен. Тот, кто сталкивался с нашими проектными организациями, я имел честь когда-то инициировать такой общественный проект по госактам, государственным актам по земле. Это воплечите. 360 человек было под этот проект, сдали деньги и так далее. Из них 320 получили эти госакты по истечении разного времени. Мы сумели этим проектам не дать, извините, я их назову таким образом, стервятникам разорвать у людей или обокрасить их людей. Вот 44 человека наших застройщиков попали под, я их называю стервятников, еще раз повторю, они уже на этот госакт отдали порядка 8 тысяч гривен. Хотя стоимость для простых тогда вот, потому это 260 гривен стоило. Здесь же, здесь будет на тысячи, на порядке в 2-3 раза дороже будет обходиться, если будет большая очередь. Теперь я хочу представить, вот еще, он сам представится сейчас? Дорогие жители поселка Аппельчета, говорю уже с тем, зовут меня Ильмей. У нас многодетная семья, четверо детей, мы строимся 20 лет. Сейчас новые законы, прежде чем ты начал строительство, надо сделать проект. Но мы начали тогда строиться и до сих пор не достроились. И что теперь, новые порядки, и как с ними бороться, и как выживать в этом, в этот страшный ветер. Работы нету. Штрафы, штрафы это вообще будет, просто ниже пояса удар, если они примут, конечно, в наш адрес. Вот мое мнение.